Всем снова привет. Собственно, в этой серии мы доделаем окончательную цель, серию Нокс устраним. Так, и, собственно, я вспомнил, где находится мышьяк, который нам нужен для того, чтобы прогнать пациента, который нам мешается. То есть вы поняли, где я нахожусь, да? То есть вот здесь этот болид, где мы устранили Роберта Нокса. Все. Идем сюда, спускаемся сюда и попадаем на ту самую вышку, путь на которую я по глупости забыл. Так, вот тут только я не помню, как с камерами. Так, ну вроде бы нормально. И, собственно, берем рвотный крысиный яд. Можно отвертку взять. И больше нас здесь ничего не интересует. Возвращаемся назад. Сейчас нам только переодеться во врача нужно. Отравить пациента. Так, у нас эти-то есть. Таблетки, да, вот смертельные. Отлично. Так, здесь камера. Осторожно. Выходим вот так. Сюда. Надо было просто отдохнуть, и я бы сразу все вспомнил. Собственно, так и получилось. Я надохнул немного, сел и сразу все такое. О, точно, это же сюда, это сюда. А там мы, считайте, почти двухчасовую серию наиграли, поэтому, считай, я там уже ничего не понимал, как у меня происходит. А так вот мы сейчас завалим Sierra Nox. Посмотрим видеоролик, связующий со следующей серией. Да и, в принципе, наверное, все. Там уже следующее задание. Так, сюда ли нам? По-моему, да. А, да, вот этого болтуса я помню. На обратном пути еще можно в свои вещи переодеться. Так, сюда. Опять же, встает вопрос, что нам делать с другим врачом. Ну, придумаем что-нибудь. Я думаю, что... Тут, пожалуй, какая-то ближайшая осязаемая сложность там с камерой, которую надо будет обойти. Потому что вот врачи тут не очень умные, например, мы их быстренько сможем обойти. Так, мы не сюда зашли. Вот нам сюда так. Так, он пошел сцать. Сцать он не может. Делаем все грязное дело. Делаем все грязное дело. Так, вот мы врач. Отлично. Шприц у нас есть. Яд у нас есть. Соответственно, вызываем. Внимание у мисс Нокс. Врач готов вас принять. А, от пациента мы еще не избавились. Он еще, видимо... Не принял лекарства. Наши. Так, вот, ему стало не очень хорошо. О, у тебя есть кто-то в твоих шоях, сэр? Ну, не в порядке. Так, а что это тут за компуктером можно поделать с лиц с обстановкой, наверное? А, хм, ну да. Нет, ты не хочешь уйти? Ну, вот, его рвет там, да, но... Не избавились мы от него. Опа, она идет сюда все-таки. Я Сиера Нокс, меня вызвали. А, мисс Нокс, присаживайтесь, пожалуйста. О, прекрасно. Мисс Нокс, я готов и жду вас. За дело. Опа, прошу прощения, я думала, вы уже закончили. Хм. Так. Привет! Значит, этот козлина не травится так просто, да? Мисс Нокс, я готова для вас. Давайте сделаем это. Ага. Так ее туда-сюда гонять можно. И эта за ней сразу попрется, блин. И эта подруга ее тут еще. Под видом любого, кто связан с гонками. Хм. Блин, я-то думал, все будет легко. Оказалось, что этого... Его отсюда так не спровадить просто. Я до последнего не хотел никого уничтожать. В том плане, что... Убивать, например. Какие у нас еще варианты есть? Вот этот есть. Костюм розового фламинго нужно для этого кого-нибудь. Короче, два варианта у нас есть. Это вот это и вот это. Вот что бы ее сюда не отвезти, например, а? Что вот с тобой сделать-то, даже не знаю. Сейчас она тут будет до посинения сидеть. Подумая о ручьях, не пытайтесь выдавить из себя хотя бы пару капель. Вы уже выпили не меньше трех литров воды. Доктор, я делаю все, что могу. Чувак, да тебя бы разорвало выпить-то столько. Где оно в тебе может все это быть? Пробуем зайти с другой стороны, посмотрим, что там еще есть. Куда она пришла? Опа! Это как? Это что за удача? Это что за удача такая редкостная? Ха-ха! Зараза, конечно же, за ней идет. Ну, в теории мы бы могли успеть. Можно попробовать. Ну, это, короче, будет прям такой сложный кульбит. Сложно реализуемый. Рискнуть, не рискнуть, выбора-то особо нет. Горько! Что бы нам сделать-то такое Тут, короче, прям идеальный промежуток Где ее поймать можно Ибо тут, как бы, и это место есть Ну, куда ее, короче, скинуть можно Нет, вас как идиотов не запутать Ах, конечно А, здесь мы ее еще не позвали Да чтоб тебя Нигде ее тут на полпути не поймать Снотворное бы какое-нибудь у врачей тут найти Другое бы дело было Мы бы усыпили просто пациента и все Можно, конечно, от врача избавиться Но это все не то КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, correct Та-да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Так, Сирон Окс пришла Этот уходит Попробуем тогда как-нибудь Мисс Нокс, я готов для вас Давайте, все эти медики выглядят одинаково, страшно О, извините, я думал, что вы закончили Мы их сейчас со всех сторон затопим Но я их запутаю Вот хотите или нет, я их окончательно запутаю Я затоплю им просто все Ну, в какой-то теории, типа, этот метод Метод должен сработать Пойдем, пойдем, пойдем Пойдем, пока они там все воду убирают Давай, давай, женщина Перебирай ногами, руками Ну, блин, опять долго Опять долго О, извините, я думал, что вы закончили Тихо, 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 тихо Тихо, тихо, тихо Тихо, 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 тихо да чтоб тебя козел опознал меня козел вообще опознал меня а чё это он вышел оттуда мне вот больше интересно как вариант кстати пациента можно оттуда отвлечь не знаю просто бросив чё-нибудь куда-нибудь чтобы он отошел отвлекающее средство да ладно блин если это получится это будет тупо и круто одновременно потому что она однажды должна туда пойти в теории в теории должно сканать конечно ну в общем по тупому мы обе цели уничтожены отличная работа 47 иди к выходу скоро мы все обсудим ну конечно это крайне тупое решение у нас было но хотя бы так выход блин рядом не могу понятно медицинской одежды тут далеко не уйдешь в чем дело фак попробуем на скорее всего правда сейчас половина путей будет закрыта хотя может сейчас один все таки получится вариант да это незапретная зона для нас поэтому мы вернем свои вещи у нас два выхода доступно оттуда мы пришли вот этот я не знаю чё за выход так тогда нам нужно выйти вот здесь потому что там повсюду камеры здесь камер нету блин а чё это за выход я понять не могу помещение здесь находится на втором этаже еще будто бы ну да странно ну мысли нет конечно что это такое ну а там может вертолетная площадка странно но на второй этаж нас туда не пусть у нас допуска нету поэтому не знаю есть смысл пытаться ну собственно вот никого нету не вырубали не использовали оружие вообще и ни под одну камеру не попались ну идеально ну нам это не особо интересно это как альтернативные варианты конечно пустить тупик далее берлин шанхай монреаль потеряем агентов паника усиливается а теперь мы еще и уничтожаем своих мокс был предателем мог нанести непоправимый урон и он далеко не последний именно от этого и добиваются наши враги надо лечить болезни а не симптомы я это прекрасно понимаю и не сижу сложа руки верно верно та самая Бернвуд эрик Содерс предупреждал вас о ней так ведь идейная поборница с мисс Бернвуд я справлюсь все презирают власть пока сами ее не получат вам ли не знать МК говорит на языке врага они нужны нам а когда перестанут быть нужными что нибудь придумаем если потребуется мы сейчас ведем бой с тенью нужно понять кто наш противник я к этому как раз и веду Лукас Грей глава службы безопасности покойного мистера Коба все началось с Коба наш первый погибший агент похоже убийца был среди его подчиненных кто-то с боевым опытом и доступом к самолету притянуто за уши Грей наемник ветеран всех местечковых трагедий о которых узнают из вечерних новостей и сразу забывают Чечня, Сьерра-Леон и список длинный но до восемьдесят девятого года пусто никаких документов да ладно ЦРУ, КГБ много шпионов ушло в тень когда рухнул занавес я провел обширный поиск Лукас Грей просто не существует надеюсь вы уже навалили в штаны от радости и успокоились лично мне до фонаря откуда он родом я хочу понять лишь одно но как он узнал про нас Центральная Европа я жюю Богу это дурацкая мелодрама нас когда-нибудь угробит неужели не ясно ваш так называемый друг теперь работает на них он не тот кем был прежде это его борьба тоже Оливия даже если он этого не понимает как ни крути 47-ая последняя единственная нить ведущая к партнерам он должен вспомнить он охотится на нас он не как вы он не трогнет просто пустите меня туда Рика мне нужна помощь Фух так ну следующее у нас трехглавый змей так что там ну трехглавый змей мы начнем уже в следующей серии это пока эта серия у нас завершает непосредственно закрывает задание по финишной этой прямой как она там называлась да финишная черта вот трехглавый змей у нас будет следующий вот брифинг и все остальное соответственно уже в следующей серии почитаем так что формально я сейчас с вами прощаюсь но сразу же начну следующую серию так что увидимся в следующей серии в следующей серии я